Во втором блоке, ребята, теперь давайте... Ну, я думаю, он будет попроще. Давайте пойдем к нам в фигму. В фигме посмотрим, что у нас здесь есть такое. Ну, так, первый блок закончили, вот второй. Тут у нас что? Тут у нас есть логотип с левой стороны. Потом есть одна строка, в которой раз, два, три, четыре блока. И вторая строка, раз, два, и вот это третий блок. То есть, по факту, у нас ничего сложного. Этот блок, я думаю, мы быстренько сейчас заделаем. Так, что же, давайте я тут разверну. Чтобы было картинки, нужно поскачивать обязательно. Так, давайте так. Я вот эту вот картинку, сейчас я ее... Где она здесь? Вот она. Я ее отсюда скачаю. Так, пусть она будет в ПНГшке, неважно. Так, первая картинка пошла. Во второй карточке, картинка, опять же, вот она, опять же, вторая картинка пошла. И третья картинка, давайте я ее сразу тоже экспортирую в ПНГ. Пошла. Потом нам нужно... Во втором рове у нас, получается, две картинки. Давайте так, вот эта первая карточка. Вот я ее отсюда экспортирую. И во последняя карточка. Вот она здесь, отлично. Все, картинки я скачал. Сейчас я их быстренько... Так, вот так, чуть ниже отпущу. Отлично. Сейчас идемте к нам в папку. И из наших загрузок переместим все эти нам нужные картинки. Так, 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 так. Так, пять картинок. Я их отсюда копирую. И идемте к нам в папку images. И сюда их вставляю. Так. А еще помимо этого, есть у нас, значит, вот здесь вот этот вот логотипчик. Вот он. Значит, давайте я его тоже как-то... Так, где он у меня здесь? Вот он. Я его тоже экспортирую. Чтобы он у меня был. Пнг-шки пусть будет. Так, поехали сюда. И так. Вот он. Я его отсюда копирую и несу в папку images. Супер. Все, в принципе, картинки скачал. Вот эти вот картинки я, ну, просто удалю, чтобы они мне не мешали. А здесь вот... А, здесь бы желательно еще их название немножко помять. Хотя, в принципе, так, арт, арт, планет 4, 5. Я думаю, ничего не надо менять. Пускай они такими названия и останутся. Идемте к нам теперь в нашу схему. И посмотрим, как здесь нам лучше сделать именно этот блок. Как нам его расположить. Ну, во-первых, смотрите. Нам нужно, значит, у нас есть секция с экшен, да. Вот следующая. Прям ей мы вот дали айдишник, бренд компани. Вот я прям ему урелку и сделаю. То есть, по факту я ему дам, как сказать, ну, бэкграунд. То есть, фоновую картинку. Только расположу ее, именно, видите, значит, по центру и с левой стороны. И еще сделаю ее, чтобы она не повторялась. И зафиксирую ее, чтобы она никуда не двигалась. Вот. Это все я пропишу в бэкграунде. И дам, конечно же, какой-то паддинг к этому блоку. Потом, помимо этой картинки, да. Я создам еще один, значит, div с классом container, в который уже расположу две строки, да. Ну, то есть, еще создам два блока с классом row здесь один и здесь один. Значит, в первом row у меня будет четыре элемента. С левой стороны у меня будет подпись и три картинки. А во втором row, то есть, во второй строке, я создам уже, получается, две картинки и одну подпись. Но, помимо этого, я еще создам, видите, здесь класс в этом row дополнительный, чтобы сверху сделать margin top пикселей 30 каких-то. Ну, и перевернуть его. То есть, перевернуть с помощью row reverse, получается, чтобы начало строки у меня было не слева, как вот в этом верхнем, а справа. Чтобы подпись у меня получилась справа. Так, в принципе, все, идем к нам в subline, начинаем делать разметочку. Так, и идемте к нам вот сюда, вот прям в наш самый-самый низ. Вот этот brand company, наш блок. Я его вот так вот разверну. Так, что, с чего начинаем? Так, давайте я прям сначала, так, здесь вот сделаю еще отступ. И чтобы далеко не ходить, я просто скоперну этот brand company. Идемте к нам в style. И так, ниже, ниже, ниже. Вот, следующий блок у нас начинается. Я прям вот здесь вот ему сразу и пропишу все, ну, нужные, все нужные свойства, которые, ну, чтобы потом уже от него отталкиваться и забыть про него. Ну, в целом, что я ему писал. Значит, первое, что я ему напишу, это, конечно же, это background, что ему нужно, да? Или, давайте сразу padding я ему напишу, да, да, и все. Так, padding, padding я ему дам, значит, пускай будет сверху и снизу пикселей 120px, вот, а справа-слева пусть будет 0. Ну, это очень момент такой тонкий. Потом подправим, я думаю. Будет понятно, почему. Потом background. Так, background. В background я пропишу, во-первых, хэштег FFF, то есть я ему дам вот так вот цвет какой-то. И дальше через пробел я пропишу URL, так, URL, вот здесь я пропишу, значит, две точки слэш и, значит, images, вот. Дальше я найду, о, я не помню, как название, по-моему, shadow logo, да? Так, да, shadow logo. Вот я название это скопирую отсюда, несу subline и сюда в путь как раз его вставляю. Отлично. Но, помимо этого, мне нужно его еще выровнять по центру. Так, напишу центр. Опять же, через пробел напишу, что я его хочу зафиксировать слева, то есть напишу left. Вот, и now repeat обязательно. Ну, repeat, отлично. Так, дальше, что еще здесь такое? Ну, и зафиксирую его, чтобы оно было фиксит, то есть background attachment фиксит, например. Вот, отлично. Так, с этим, с классом я разобрался. Значит, а ну пойдемте посмотрим, появилась наша подпись у нас на нашей страничке. Так, обновлю. Нет, еще ничего не появилось. Так, здесь все сохранил. Ну, окей. А, подождите. Это я ему, я ему дал класс. Вот почему она не появилась. А это у меня айдишник. Опять засыпался. Ну, ладно. Обновлю. Теперь здесь обновлю. Вот она появилась. Но так как блок маленький, всего там у него какой-то паддинг, видите, его плохо видно. Ну, ничего, сейчас мы с помощью этих двух роллов мы их, как бы, сделаем ему какой-то объем. Дальше. Что, в принципе, в разметке тут я должен дальше прописать? Я, опять же, создам какой-то блок, значит, div. Ему я пропишу класс наш какой-то контейнер, да. Контейнер. Вот. Значит, я его вот так вот разверну. Можно даже, кстати, сдать немножко тут пробелы, чтобы читаем и было. Вот. Дальше. Здесь я создам еще два diva с нашим классом rov. Да. Сейчас класс rov. Вот один блок получается. И сразу возле него поставлю второй блок. Вот. В первом блоке сначала давайте разберемся с первым, а потом уже пойдем на второй. В первом блоке что я пропишу? Ну, мне, в принципе, нужно... Так, идемте к нам на макет. У меня там четыре, получается, четыре блока, получается. В первом блоке у меня подпись и три картинки. Окей. Для подписи создадим, значит, такой div. Значит, где-то тут, вот здесь вот. Я напишу div, опять же. Вот. В этом, этому div я дам, опять же, какой-то класс. Значит, я его хочу, допустим, для... Так, идемте к нам в подсказку. Вот сюда. И вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь вот. Я указывал, что вот MD, да, call MD, это, значит, точка, значит, с шириной экрана от 768 до 992 пикселей. Контрольная точка. Так, значит, давайте я вот, в принципе, MD здесь и поставлю. В первом блоке, в подписи нашей, значит, я поставлю call MD3, пусть будет. Значит, call... Вот, call MD3, только здесь пробел. Вот, отлично. И, помимо этого, я еще допишу какой-то класс, допустим, назову его label. Ну, вот как-то так, да, чтобы понимать, что это именно подпись моя. Так, разверну этот div. Здесь я сделаю какую-то ходвашку, значит, в ней я напишу, так, я его разверну. Ага, можно я какой-то класс дожидать. Вот, класс я напишу, давайте title. Title пусть будет label опять. Вот. И здесь я напишу, что у меня здесь на макете, на макете желая недвижимость. Вот, я его вот так вот скопирую, чтобы не писать. И сюда вставлю. Вот. Кроме этой ходвашки, давайте я напишу здесь еще пэшку, параграф какой-то поставлю, да. Тоже разверну его, дам какой-то класс. Вот. Давайте напишем subtitle, да. Subtitle label. Вот. Label, вот так. И здесь пропишу уже, что тут у меня за текст написан. Сейчас я его выберу. Я его даже читать не буду. Он у меня здесь есть. Но, значит, видите, он у меня здесь правильно расположен. Значит, во-первых, мне надо поставить какие-то переносы строк. Ну, BR-ки обычные поставим. Так, мы выбираем только, давайте я вот здесь вот поставлю BR-ку. Так, только лучшее. Пусть будет вот здесь, да. Так, отлично. Только лучшие квартиры, да. Потом давайте я еще вот здесь вот, наверное. Так, здесь я пробел какой-то уберу. Здесь это и опять эту BR-ку вставлю, чтобы оно перенеслось на другую строку. Так, ознакомьтесь с каталогом квартир. И тоже можно здесь опять после квартир поставить какую-то BR-ку. Вот. Отлично. Первый, в принципе, первая подпись у нас есть. Дальше. Дальше. Следующий див. Так, секунду. Вот здесь вот после RO-а я все-таки поставлю какой-то пробел, чтобы не запутаться, какие дивы и как я ставлю здесь тоже пробел. Значит, вот. Вот так вот еще раз пишу див. Это уже будет для карточек. Значит, я вот так разверну, поставлю здесь класс. Какой класс я ему дам? Ну, тоже я ему дал, дам всем этим четырем блокам. CallMD3, такой класс. Вот. Сюда его вставлю. Помимо него я еще им дам margin-bottom. Это MB-4. Это margin-bottom, чтобы снизу оно отлипло. Ну и здесь я сделаю такую схему. Я поставлю здесь ашку, чтобы при наведении на всю карточку, вот на вот эту, да, у меня сразу выскакивал, ну, можно было кликнуть, не нажимать подробнее, а кликнуть и сразу перейти, именно почитать, посмотреть однокомнатные квартиры. Ну и так на всех остальных карточках. Так, в этой ашке, что я в принципе, ну, тут вот я хэштег поставлю, как заглушечку, да, потом уже, когда будут следующие странички, то потом, ну, там путь будет прописан. И ему, а, класс какой-то обязательно дать. Так, я дам какой-то класс, давайте, баннер пусть будет, баннер-мг, вот так вот. Вот, 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 отлично. Теперь давайте я разверну эту ашку, в нее я помещу амг-шку с нашей, там где будет картинка расположена. Здесь я пропишу сразу путь, а, значит, images. И давайте я пойду посмотрю, как называется, я сначала посмотрю, какая картинка, а, здесь какой-то круглый стол, теперь я пойду посмотрю, где она у меня здесь, вот она, это она у меня называется, баннер-1, пнг, я его название это копирую, идем в саблайн, и сюда его вставляю. Отлично, теперь дам же опять ему какой-то класс, чтобы не запутаться вдруг, что баннер, баннер пусть будет bg, так, bg, вот так вот, дальше, 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 после этой вот нашей амг-шки я еще дам какой-то див, который помещу, так, секунду, так, и так, и так, вот. В этом диве, значит, я его так разверну, дам ему тоже класс какой-то, я не знаю, давай, баннер, 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 вот так вот, баннер-инк пусть будет, значит, в него я поставлю, значит, еще один див, пусть будет какой-то с классом, давайте я вот так вот, класс, класс, пусть будет баннер-name, баннер-name, вот так вот, прям внутрь я поставлю, так, что там, как там у меня было, вот это вот, вот эту подпись, я прям вот так вот ее скопирую отсюда, и вот так вот в этот див поставлю, однокомнатные квартиры, а здесь следующий див, уже я в нем, значит, 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 я прям вот это тут скопирую, и прям вот это тут сюда вставлю, но здесь я пропишу уже подробнее слово, вот, ctrl-c, вот, а это сюда слово вставлю, только вот эти вот штучки я уберу, здесь просто три точки поставлю, отлично, но здесь будет уже не баннер-name, а давайте какой-то баннер, вот так вот пусть будет, так как бы логичней, супер, так, первый блок, он у нас есть, в принципе, так как они будут, в принципе, друг на дружку похожи, я прям его возьму, да, и скопирую, чтобы сильно, ну, не, не, не удлинять процесс, написание разметки, я вот так вот его, вот так вот, ctrl-v, только здесь я напишу уже тут двукомнатные, двухкомнатные, получается, квартиры, тут есть какой-то, не, вот так вот пусть и будет, подробнее, отлично, и еще что, да, тут все пусть так и будет, помимо него, я вот так вот, следующий опять же, поставлю, только здесь напишу трехкомнатные квартиры, отлично, так, 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 хорошо, это значит, получается, первый ров мы, в принципе, написали, так, давайте пойдемте посмотрим, что, а, нужно же поменять сами картинки, я, так, секунду, вот на второй картинке, на вот этой у нас, видите, какой-то, это там тюль вдалеке, давайте я его найду, вот здесь вот у меня, значит, вот он у меня баннер, арт баннер 2, название скопирую, так, а, так я просто даже могу циферку поменять, здесь арт баннер 3, так же, да, арт баннер 3, супер, то есть, то есть, то есть, видите, я поменял, все должно совпасть, идемте к нам все-таки на наш макет, обновлю страничку, посмотрим, что получилось, ну, уже, уже что-то высветилось, видите, так, давайте сразу третий блок, третий ров, точнее, третью строку я здесь запилю, и уже будем стилизовать сами картинки, чтобы они, ну, как-то были похожи на то, что у нас на макете, значит, смотрите, здесь у нас первая стоит, так, вот, точно такая же самая подпись, только она будет в конце, но, но, чтобы поставить то свойство, я, смотрите, как сделаю, я прям вот этот вот div label, да, получается, я его отсюда вот капернул, так, пойдемте прям к нам сюда в ров, его сюда я вставлю, но здесь же там по-другому написано, там была, тут жилая недвижимость, видите, а здесь коммерческая недвижимость, я прям вот так вот ее скопирую, это название, и сюда вот вставлю, отлично, но тут же и подпись какая-то другая, надо отсюда ее тоже капернуть, так, и вот сюда я ее вставлю, так, опять же, нужно ее расположить, давайте вот так вот, лучшее предложение по аренде, я вот так вот сделаю, здесь опять BR, значит, потом коммерческая недвижимость, по продаже и продаже коммерческая, вот так вот даже, тут тоже BR поставлю, вот, отлично, и недвижимость, и вот так вот, вот здесь вот тоже я вот сделаю, недвижимость, и только здесь напишу, а пусть будет вот так вот, да, вот так, в ЖК, отлично, и здесь вот поставлю BR, уже в нашем каталоге, супер, так, спасибо, сохраню это все дело, первый блок у нас в принципе лейбловский готовый, я вот так вот тоже ему дам какие-то отступы, чтобы отлепился он, давайте теперь следующий, а они у нас же похожи по факту, вместе с этими, да, только здесь мы дадим call MD3, не 3, а дадим какие-то другие, другую ширину, давайте я вот прям вот так вот скопирую, сюда вставлю, здесь пусть будет, а у меня на макете здесь обозначено, не, не обозначено, ну давайте я здесь дам call MD3, пусть будет 5, да, да, пусть будет 5, а здесь плюс нужно подпись поменять, так, не, не здесь, идемте к нам в, вот сюда в фигму, здесь написано под офис, то есть офисные помещения будут, да, здесь, отлично, отлично, и тоже подпись подробнее, а здесь будет фасадное помещение, отлично, то есть, а, я его еще не скопирую, только здесь еще нужно баннер поменять, я не помню название, идемте, баннер 4, а тут баннер 5, отлично, все очень просто, значит, здесь я пропишу 4 в названии, скопирую этот блок, вот так вот его сюда вставлю, значит, здесь будет баннер под названием 5, а здесь уже будет фасадное помещение, еще раз его скопирую, и вот сюда его вставлю, вот, отлично, так, вроде бы все, теперь, что еще, что еще такое, в принципе, ну, в принципе, по разметке здесь все, нужно пойти посмотреть теперь вот здесь вот на самом макете, что у меня получилось, чуть-чуть они друг за дружкой не стали, видимо, а, я же не написал свойства, ну, ничего, сейчас я свойства понаписываю, застилизуем, и оно будет на своих местах, так, 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 давайте начнем с, так, секунду, это я пролетел, вот с наших, вот, блоков, ну, с нашей подписи, с нашего лейбла, по факте, что я ему должен этому лейблу в стилях дать, какое свойство, идем в наши стили, так, тут я ставлю, в принципе, точку, вот так вот лейбл вставляем, вот, я ему должен выставить, по факту, идемте к нам на макет, да, вот сюда, я бы должен выставить по центру, то есть сверху, снизу, видите, у него какие-то пробелы, это простое свойство, давайте пропишем какое-то, align, sell в центр, пусть будет, и я думаю, оно выровняется так, как нужно, align, sell, только не end, а вот так вот, центр, вот, отлично, сохраним это все дело, теперь сюда сходим, обновим, вот, видите, они, и 1, и 2 стало в центре, то, что, в принципе, я и хотел, дальше, так, идем в нашу разметочку, дальше у нас есть такое свойство, такой класс, как title label, то есть, вот это вот наша ходвашка, давайте я его, я его отсюда скопирую, здесь поставлю, и что я ему должен дать, ну, конечно же, я должен дать какой-то font size, не знаю, 150% пусть будет, вот, и давайте какой-то отступ снизу ему дам, видите, что оно тут сильно прижалось, а на макете у нас оно тут большой достаточно отступ, ну, так чисто символически, давайте я дам паддинг в ботум, не знаю, пусть будет 25 пикселей, вот, отлично, так, идемте, посмотрим на наш макет, получилось ли у меня это все дело, да, отступило, выровнялась, бомба, дальше, какой у нас следующий класс, у нас класс subtitle label, я его отсюда капернул, несу его сразу вот сюда, ставлю точку, и его вставляю в сам этот класс, вот, так, чуть выше приподнять, чтобы было виднее, что мы ему должны дать, ну, давайте я ему, конечно же, дам какой-то color, потому что я помню, что там, значит, другое, другое, ну, видите, тут черные буквы у меня высветились, а здесь они такие темно-серенькие, ну, давайте я, у меня тут заготовленный цвет есть серый, я вот его как раз и использую, чтобы он пригодился мне здесь, вот, отлично, это будет серенький цвет, дальше, опять же, я ему дам какой-то padding bottom, даже вот, прям, чтобы снизу все было, чики-пики, padding bottom, все, здесь я сохранил, теперь обновлю, вот, видите, уже как-то оно все-таки хорошо, дальше, следующий у меня, какой класс, следующий, ну, в принципе, с нашим лейблом мы порешали все, ничего там такого ему не нужно, дальше, следующий класс у нас баннер AMG, вот он, который у нас конкретно с нашей ашкой, потанцуем, значит, сейчас мы еще все выровнять надо обязательно, потому что непорядок, значит, баннер AMG, какие свойства мы ему дадим, ну, во-первых, во-первых, дадим ему фиксированную какую-то высоту, то есть, я напишу, хейт, пусть будет, я не знаю, 100%, ну, проциков, отлично, ой, что такое, вот, после этого, значит, я дам ему ширину тоже 100%, так, выс, пусть будет 100%, только 100%, а не 105, так, дальше, я им дам свойства Display Flex, чтобы все, что внутри там выровнялось, значит, выровнять в колонку, а это я ему дам Flex Direction Column, так, сначала Display Flex, вот, и еще дам ему, значит, Flex Direction Column, Flex Direction Column, отлично, так, дам ему, опять же, для гибкости, я ему дам еще минимальную, значит, пусть будет высоту, минхейт, пусть будет у него, я не знаю, 450, пикс, там, если что, подправим, я точно так, на глаз даю, опять же, у него, видите, здесь у картинок и так кругляшки, ну, края закругленные, и самому блоку тоже я дам их закругленные, эти края, значит, что я ему пропишу, я ему пропишу Border Radius, ну, не знаю, пикс или 5, 5px, пусть будет, дальше, после Border Radius, я ему дам, сделаю его главным, то есть, сделаю его Position Relative, для того, чтобы потом дать ему, как бы, поверхностное затемнение, тут есть, видите, они темно-синенькие такие, чтобы уже этим блоком, который будет поверхностно найти, значит, им, как бы, дать, так, Relative, вот так, чтобы им дать, как бы, уже Position Absolute, значит, и выставить их правильно, так, и дам, конечно, ему какой-то Box Shadow, пусть будет, ой, вот, пусть будет Box Shadow, я не знаю, 0 пусть будет, тире, потом 9, ой, 9px, пусть будет, будет, потом 26 каких-то, или 25, значит, px, потом пусть будет, значит, так, я вот тут у себя тень заготовил, я ее отсюда вас копирую, потому что она через RGB, я ее так не запомнил бы, так, вот, отлично, то есть, это будет тень нашему блоку, сохраню это все дело, идемте к нам на макет, посмотрим, получалось ли у нас все это дело, о, да, получилось, 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 и тень даже сзади какая-то есть, окей, дальше, следующий, а, давайте создадим же наш, вот этот вот баннер AMG только через before, так, ну, поверхностный этот блок, который, ой, секунду, так вот, и здесь поставлю я ему, значит, нет, before, вот так вот, и здесь пропишу обязательно контент, контент, здесь дам ему вот так вот, и сделаю кавычки, это обязательно то, что нужно ставить, потом, дальше, я ему пропишу, опять же, background, ну, то есть, тот синенький цвет, туда поставлю, background, и так, я его тоже заготовил у себя, чтобы лишний раз не отвлекаться, не искать, где он там, какой он там, вот он, синенький такой, значит, потом, по-синему ему дам, опять же, то, что я и говорил, position absolute, вот, и дам ему, опять же, ширину и высоту какую-то, ну, чтобы подстроить по 100%, опять же, напишу, вы 100% и хейт 100%, дальше, выровняю его, чтобы оно нигде не отступало, то есть, сделаю ему топ и левт по нулям, обнулю, то есть, топ, значит, вот так вот, 0, да, и вот так вот, left, опять же, 0, дальше, еще ему дам бордер радиус, чтобы он именно по картинке с округленными, значит, краями был, тут у меня бордер радиус 5 пикселей, я отсюда скопирую, сюда вставлю, вот, отлично, теперь обновим это все дело, вот, супер, бомба, 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 они стали такими синенькими, под такими фильтрами, как бы, дальше, дальше, какой у меня там еще надо пойти посмотреть класс, так, 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 у меня есть, вот, баннер БГ, это самой АМГ-шки, давайте я над ним поработаю, что ему, в принципе, должен дать, значит, так, здесь поставлю, и вот здесь вот такой вот отступ, сделаю, чтобы, так, во-первых, я ему дам, так, вот такое свойство, так, секунду, объект fit, вот оно, дам ему ковер, чтобы оно было по всему, растянулось, потом, опять же, дам ему бордер радиус, для того, чтобы оно все, это изображение, хотя там, в принципе, было, можно не давать было, так, и что еще такое, и давайте ему тоже высоту дам 100%, 100%, ой, секунду, 100%, вот, все, в принципе, я думаю, для адаптива этой картинки больше ничего не нужно будет, потом, когда будем делать, ну, сужать и выравнивать, уже будет ясно, может, что-то добавить нужно будет, так, какой следующий блок у меня здесь, следующий блок, вот этот вот, див, байнер in, я его отсюда копирую, сюда вставлю, вот, ему я, что я ему пропишу, я ему пропишу position absolute, для того, чтобы сделать, так, секунду, вот, абсолют, дальше я ему дам hate тоже 100%, я прям отсюда копирую, чтобы оно все было адаптивненько, дальше, после хейта, я ему напишу display flex, делаю flex контейнером, значит, дисплей flex, вот, дальше все выравниваю, чтобы там внутри было в колоночку, то есть, я опять пропишу flex direction column, вот это свойство, я копирую его отсюда, и сюда вставлю, дальше, так, перепрыгнул, вот, и дам ему тоже justify content space between, и чтобы все вокруг было, у него было пространство, чтобы он везде отступил, значит, вот, отлично, дальше, что я еще здесь бы хотел поставить, вот, вот так вот, давайте я это сохраню, мы идем, посмотрим на наш макет, обновлю страничку, и вот, наши подписи, в принципе, стали на свои места, что еще, вот, так как у меня здесь в разметке, я написал, секунду, вот сюда вернусь, вот, видите, все вот эти вот, баннер AMG, вот, в этом классе баннер AMG, у меня есть все дивы, я этим всем дивам, значит, дам, ну, все, что внутри, прямо так вот и напишу, не буду даже класс никакой использовать, ну, чтобы не подвязывать лишний раз, так, вот так вот сделаю, и, а здесь просто вот так вот див напишу, вот, и здесь напишу ему, ну, какой-то там Z-Index пусть будет единица, Z-Index, единица, потом, пусть будет какой-то паддинг ему, не знаю, пикселей 15 дам, вот, потом дам ему вы 100%, опять же, чтобы оно было адаптивненько, и, что еще, и Color, обязательно, чтобы выровнялись наши, ну, цветом стали беленькие наши подписи, Color, я не знаю, хэштег FFM, как всегда, вот, сохраню это все дело, там, чуть-чуть выше подниму, вот, отлично, идем к нам, посмотрим на макет, вот, видите, они выровнялись, то, что я и хотел, паддинг внутренний все-таки отработал, ну, и ширина выровняла их, отлично, дальше, давайте теперь пойдем к нам в разметку, посмотрим, что там у нас, вообще, как, как у нас, нам, в принципе, нужно поработать с нашим, вот, этим вот, вторым блоком, потому, что он у нас расклеился, размазался, значит, что я здесь, а, я хотел дать класс какой-то этому RAW, идем к нам, вот сюда, на макет, видите, я здесь подписал, Commercial Realty, вот, это тот класс, с помощью него, я, в принципе, я смогу, так, я его отсюда копирую, чтобы не писать, смогу сделать так, вот, я его сюда вставлю, сохраню, идем к нам в стиле, и здесь вот, вот, так вот, я его тоже вставлю, и смогу здесь написать, именно, ну, какой-то внешний отступ, чтобы нижняя, нижняя строка у нас отлипла, это, давайте, я напишу, Margin Bottom, пусть будет, я не знаю, 30px, ой, 30px, вот так вот, и пусть будет еще вот это вот свойство, которое перевернет всю строку, с конца в начало, это называется, Flex Direction Raw Reverse, так, напишем, вот, Flex Direction Raw Reverse, вот, отлично, сохраню это все дело, теперь идемте к нам в браузер, посмотрим, обновим страничку, что у нас получилось, ага, за счет того, что я не поменял контрольную точку, видите, оно и размазалось, идемте к нам сюда, значит, здесь контрольная точка у меня будет пятерка, да, а во втором блоке у меня должна быть какая-то, ну, чуть поменьше, естественно, здесь пятерка, здесь пусть будет четыре, сейчас посмотрим, сработает на четверке или нет, вот, да, отлично, просто бомба, оно сработало, видите, фиксированный баннер у нас с левой стороны, но все равно оно залазит на баннер, не совсем подходит, и еще мне вот это вот не нравится, то, что наш все-таки класс, который давал стики, вот этот вот нашему, нашей навигации, он, видите, он сюда не проходит, давайте я его вообще уберу, идемте к нам в Subline, здесь, значит, в индексе, так, идем, где я его тут ставил, вот, стики топ, я его просто банально отсюда зарежу, дальше, секунду, обновлю страничку здесь, все, видите, он уже нам не маячит там лишний раз, пусть будет лучше навигация сверху, главное, чтобы вы понимали, что есть такие подобные классы, с помощью которой их можно, как бы, фиксировать отдельно эту навигацию, так, ну, что еще у меня, помимо того, что здесь, видите, здесь вот этот вот класс контейнер, надо его как-то чуть-чуть меньше сделать, давайте я открою инструменты разработчика, вот, так, чуть-чуть, ну, пусть будет даже так, здесь в инструментах разработчика, что я здесь, что я здесь напишу, так, идемте, значит, что мне нужно, вот этот вот контейнер, а у меня сверху над контейнером есть вот этот вот бренд компани, айдишник, вот, я могу, в принципе, прописать нашему, в нашем респонсиве, идемте к нам в респонсив, вот, я уже придумал, как я хочу, так, где он тут у меня, это у нас получится следующий блок, вот он у нас, наша Амедиа, бренд компани, я ему пропишу не максвиз, а минвиз, то есть, миним, при минимальной, минвиз, при минимальной ширине, я не знаю, допустим, пусть будет 1200, да, такая контрольная точка, знакомая, чаще всего она используется, и паддинг у меня здесь был, секунду, сколько у меня здесь был, значит, сверху и снизу я 120 пикселей дал, да, а справа слева, вот, смотрите, я ему, так, секунду, я его чуть больше буду давать, ну, не знаю, давайте доведем, вот он, видите, сразу видно, как он сужается, давайте я ему дам при ширине 1200, так, так, ну, нужно так, чтобы вот с левой стороны наш логотип, который фиксирован, чтобы он, как бы, это все не мешало, да, давайте я вот так вот, 200, 200, 200, 200, ну, вот, 260, сколько там будет, пусть будет 260, это даже, наверное, много, 200 пусть 30 будет, да, вот, 240, 230, ну, 240 пусть будет, вот, смотрите, отлично вообще, он с левой стороны не мешает, если я сужаю экран, видите, это при большем разжирении, при меньшем оно вот так вот сужается и перескакивает, но, так, давайте я его там запишу, ну, конечно же, вылазят какие-то другие косяки, давайте, сразу я его зафиксить, нужно, так, отсюда, вояка, а, так, весь, вообще, желательно блок, я отсюда капернул, несу его в респонсе, сюда его вставляю, правда, здесь бэкграунд мне пока что не нужен, ну, и вот это вот тоже свойство фиксит, я его отсюда не буду, оно будет брать его из со стилей, со стайла, значит, 120 и 240, да, я написал там, 240px, вот так вот, отлично, теперь я это все сохраню, идем к нам сюда на макет, обновлю это все дело, вот, теперь у меня, смотрите, как круто получилось, теперь у меня вот этот вот баннер, как бы, он у меня, видите, со стороны, так, давайте теперь еще посужаем, посмотрим, как, насколько у нас адаптив готов, оп, 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 отлично, ну, вот эти, конечно, как сосиски, сильно маленькие, ну, можно, конечно, если хотите, добавьте что-нибудь, меня, в принципе, устроит, так, для, для наглядности, я думаю, вы поняли саму механику, как можно потом подправить контрольными точками, либо еще какими-то паддингами, маржинами их раздвинуть, или увеличить их расширение, ну, в основном, я бы тут контрольные точки предпринял, но мне еще хотелось бы, чтобы на ширине, вот, где-то, не знаю, вот, вот, 600, 700, вот, давайте, 760, 67, 68, вот, вот, это уже, вот, этот баннер, он там, нафиг не нужен, мы его отсюда и уберем, я вот нашей омеди, здесь напишу, только уже не мин, а, а, макс, выс, отсюда каперно, сюда вставлю, значит, 76, 76, 8, контрольная точка будет, значит, здесь я, опять же, каперну этот класс, сюда его, вот, так вот, вставлю, только, паддинг я здесь уже не буду, и вот этот фиксит тоже не буду, вот, так вот, чуть-чуть его подправлю, чтобы оно было, как бы, читаемый, красивее, и здесь напишу уже, чтобы его убрать, просто напишу, новый, бэкграунд, вот, отлично, теперь давайте проверим, получилось ли у нас, да, получилось, мы убрали это, значит, этот, так, я вот, прям вот так вот, снизу, пониже сделаю, смотрите, как происходит наш адаптив, видите, сужаем, 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 до какого-то момента, потом, начинают наши блоки друг за дружкой перестраиваться, и проходит, уходит наш бренд, так, смотрите, хорошо, читаемый, красиво, ничего не мешает выбирать картинки, а, как вы понимаете, картинки выбирать все любят, на сайте особенно, отлично, в принципе, в принципе, этот блок второй мы запилили, так, я уберу, закрою инструменты разработчика, вот, давайте сравним его здесь с нашим этим, в принципе, да, в принципе, он похож, ну, не пиксель перфект, можно, конечно, еще над ним поколдовать, но, по факту, адаптивный, адаптивный, значит, второй блок у нас, в принципе, готов, можно, в принципе, приступать к третьему, но я думаю, что вы понимаете уже логику самого бутстрапа, да, что можно с помощью вот таких вот классов и прописанных этим классом каких-то свойств, да, самому минимально в них влазить и очень быстро и удобно пилить, да, какие-то картинки, блоки, подписи, какие-то баннеры, это все, ну, как бы упрощает и ускоряет твой процесс, как бы создания веб-страничек. Окей, значит, с этим блоком порешали, можно приступать к третьему блоку.